Два серебра и одна бронза. Трофеи, привезенные спортсменами Иркутской области со второго чемпионата Сибирского федерального округа и региональных отделений ДСАФ России по армейскому рукопашному бою. В команде при Ангаре было пять человек. Вице-президент областной федерации рукопашного боя Артём Милкоступов подопечными доволен. Ребята провели по три, по четыре боя с очень сложными противниками. Были ребята из Новосибирской области, очень сильные призеры чемпионатов России, вооруженных сил, международных турниров. Что самое хочется отметить, это наши ребята, это молодежь, которым по 17-18 лет достойно отстояли честь Иркутской области с именитыми спортсменами. Одну из серебряных медалей завоевал Владимир Куклис. 17-летний кандидат мастера спорта признался, что самым сложным был первый бой со спортсменом из Новосибирска, победителем международного турнира. Соперник был старше Владимира на 12 лет. Первый бой я вышел на местного мастера спорта, он выступал на мастерских турнирах. Ну, был самый тяжелый бой, настроился, ну и проиграл всего лишь 2-3 балла. Такой бой был. Ну, остальные бои привел отлично, настроился и выиграл, стал вторым. В организации поездки спортсменов на чемпионат большую помощь областной федерации армейского рукопашного боя оказало местное отделение ДОСААФ, оплатило дорогу, питание и проживание. Наше оригинальное отделение и финансово, и, я скажу, административно поддерживает развитие военно-прикладных видов спорта. И вот эти соревнования еще раз показали, что действительно наши взаимодействия результативные. В октябре иркутские армейские рукопашники снова примут бой. Они поедут на турнир в Москву. Победитель получит звание мастера спорта международного класса. Мария Князева, Константин Синицын. Новости сейчас.